Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня я хотел бы поговорить об сложившейся ситуации в стране. Это мое мнение, чтобы не попасть под определенную статью. Это мое мнение. Я больше склоняюсь к высказыванию президента Белоруссии, господину Лукашенко. Он однажды в своем интервью сказал, что никакого коронавируса нет, и это всего лишь навсего массовый психоз. Я больше склоняюсь к высказываниям господина Лукашенко. Он, по моему мнению, он прав. Он не закрыл у себя в стране ни одного предприятия. Он провел парад победы. Он еще сказал, что если мы не будем работать, не сажать картошку, а что мы будем кушать, если не будет урожая, если не будет никто работать. Он в этом плане молодец. Далее. По поводу самоизоляции. Опять же идет... Ну, что значит слово самоизоляция? То есть, человек сам себя изолировал. Сам. Самоизоляция. То есть, сам, без всякой принудительной формы, сам себя изолировал. Ну, ладно, это не столь так, что, как бы, жестко, но, тем не менее. По поводу пропусков электронных. Каждый при выходе из дома должен выписать себе электронный пропуск. На сайте МОСРУ. Либо при поездке в другую область он должен выписать пропуск через портал госуслуг. Это тотальная слежка. Что противоречит самому главному закону страны, Конституции. Вот когда смотришь совещание президента с главами регионов, с другими там чиновниками, особенно в последнее время, господин Путин говорит, что ситуация в стране более стабильная стала. То есть, идет, увеличивается количество выздоровевших и идет спад заболевших. Мэр Собянин, наш любимый, в кавычках, он не соглашается, как бы, он не хочет соглашаться. И, с одной стороны, он хочет, вроде бы, как смягчить ситуацию. Ну, то есть, позволить там прогулки, еще чего-то. И в то же время ужесточает. По поводу прогулок, вот, с 1 июня подобно, в определенные часы, дни недели, по очереди люди могут уже выходить гулять, на прогулки выходить, заниматься спортом. Но ношение масок и перчаток не отменяется. Что это вообще означает? Выход на улицу, на прогулки, по домам, по времени. Тут скрывается комендантский час. Вам так не кажется? Человек выходит на улицу в определенное время, не когда он захочет, а именно по времени, по определенному времени, указанному к такой-то категории дома. Потом Собянин говорит о том, что режим вот этот масочно-перчаточный, самоизоляционный, не закончится до тех пор, пока не выпустят вакцину. Когда выпустят вакцину? Это ведь не через день, не через неделю. Это долгий такой процесс. В одном источнике я прочитал то, что вакцина может появиться через полтора года. Нам что, сидеть в заперти полтора года? Надеюсь, что это не так. Хотелось бы еще отметить вот что. Ношение масок и перчаток. Ношение масок и перчаток? Где? На какой части тела? На лице? На лбу? На носу? Я лично ношу в кармане. В указе, кстати, указ этот, он опять же незаконный. Он противоречит самому главному закону страны Конституции. Ни один указ не должен противоречить Конституции. Почему президент молчит об этом? Почему он не остановит городоначальника? Почему он не скажет свое резкое слово? О том, что хватит издеваться над людьми? По поводу, опять вернемся назад немножко, и по поводу коронавируса. Люди, да, они болели всегда и всегда будут болеть. Всегда умирали и будут умирать. Но раньше мы не видели ни цифр, сколько человек заболело, сколько умерло, какое количество там. Сейчас нам взять тот же Яндекс на стартовой странице, все это написано. Сколько человек, ну, в цифрах и там графика есть. По графике можно посмотреть, сколько человек заболело в тот иной период и сколько умерло. Сколько выздоровевших и так далее. Есть такой оперштаб, который ежедневно обновляет информацию о заболевших, умерших людях. Есть еще такая соцсеть, как Мэш. И подобные этому Мэшу. Интересно получается, иногда вот я замечаю, что Мэш, он публикует цифры и графику раньше оперштаба. Оперштаб, он является как бы главным, да, по Москве, по России и так далее. Мэш, он, это даже не СМИ. А почему он публикует быстрее оперштаба? Вопрос. Недавно наткнулся на статью, это пару дней назад, там профессор Филатов говорил о масках, о ношении масок на лице. Он говорит, что ношение масок это нежелательный процесс, так как при дыхании микробы с маски попадают в легкие. При выдохе опять микробы попадают на маску, увеличиваются в количествах этих микробов. И опять же, это большое количество попадает опять же в легкие. Я, правда, не помню, как называется болезнь, это заболевание легких, но оно как бы пагубно сказывается на работе легких. То есть, человек получает какое-то определенное заболевание. Это даже хуже, чем без маски, рядом с больным находиться. А вообще, медицинские маски, вот эти вот обычные медицинские, ну, такие вот синенькие, они защищают только от пыли. Они не защищают от каких-то микробов, вирусов и так далее, наоборот. Только от пыли. И то в малом количестве. Почему жесткий такой режим с масками и перчатками? А ведь, вот, Собянин говорил, то, что городом куплена фабрика по изготовлению этих масок и перчаток. Опять же, это мое мнение. Почему он уже ужесточил вот этот режим ношения масок и так далее? Чтобы окупить. Окупить эту фабрику по производству перчаток и масок. Это мое мнение. Не знаю, как там на самом деле, но я склоняюсь именно к этому. Ну, наверное, на этот раз я сказал все. Вы уж извините, конечно, за, может быть, неразборчивую речь. Ну, просто, не знаю, волнуюсь, может быть, перед камерой так вот сижу и что-то как бы нескладно так говорю. Ну, надеюсь, что вы поняли смысл моей речи, то, что ну, всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok